Всем привет! Это что за кино? Это Дмитрий Олешко, это Greenjack Channel. Почему наши руки скованы? А потому что у тираннозавра именно такая постановка рук. Сегодня будем говорить про мир Юрского периода 2. Узнаем, чем обернулось продолжение франшизы для всего мирового киносообщества. Она под наркозом. Так, давай подходи. Поняла. Ты там как? Все хорошо. А смерть Кащеева в иголке, а иголка в яйце, а яйцо у динозавра. Мир Юрского периода 2. Это очередной фильм о динозаврах от исполнительного продюсера Стивена Спилберга. 7 интересных фактов о создании именно этого фильма вы узнаете за 40 секунд в нашей традиционной рубрике 7.40. Поехали! Впервые тизер-трейлер фильма был показан в кинотеатрах перед фильмом «Звездные войны. Последние джедаи» 2017. Фильм приурочен к выходу первой части супер-франшизы Парк Юрского периода 1993 года. Это пятый фильм франшизы Парк Юрского периода и второй фильм трилогии Мир Юрского периода. В третьем фильме франшизы, как и в этом, Тираннозавр был создан не только при помощи компьютерной анимации, но и с помощью аниматроники. Биди Вонг и Джефф Голблюм снимались в оригинальном Парк Юрского периода вместе в 1993 году. Съемки фильма проходили на Гавайях, Великобритании и Уэльсе под кодовым названием «Древнее будущее». В этом фильме динозавров больше, чем в любой из предыдущих частей этой франшизы. Мне часто задают вопрос, что же такое бокс-офис. Для того, чтобы объяснить вам буквально в двух словах, просто переименуем сегодняшнюю рубрику в бокс-офис. Сколько зарабатывают ведущие кинопремьеры, о чем судачат продюсеры за кулисами и каких цифр ожидают, а может быть и не ожидают. Мы расскажем вам прямо сейчас. Эскобар Лавинг Пабло в оригинале зарабатывает в мировом прокате 9,5 миллионов долларов, при этом не запустившись еще в Соединенных Штатах. Соло-звездные войны собрали в свою скромную копилку 273,8 миллиона долларов и претендуют на звание худшей части легендарнейшей франшизы. Дэдпул 2 уже насобирал 613,1 миллиона долларов. Ну а Мстители Война Бесконечности, по-моему, не прекратят свои кассовые сборы еще лет 10. 1,96 миллиарда долларов. Ого-го. Все назад сейчас же. Вот яичко. Мир юрского периода 2. Вот дырочка. Не все крепко и гладко в скорлупе этого замечательного яичка. Давайте разбираться, почему. А разбираться начнем с самого сценария. Итак, это история, продолжающая историю парка, созданного силами генетиков, на котором царствовали динозавры. В общем-то, они вырвались на волю, а теперь им угрожает новая опасность. Извержение вулкана, проснувшегося на острове, грозит им абсолютным вымиранием. Естественно, их берутся спасать герои предыдущей первой части во главе с Крисом Праттом. Да-да, тот самый Страж Галактики, который чуть не уронил суперартефакт в первой части супергеройской франшизы. Ну, здесь мы видим, во-первых, эксплуатацию персонажа и даже образа Криса, который опять с неуклюжестью Слонопотама пытается станцевать со смертью танго. Ну, кроме того, друзья, здесь мы видим сценарные недоработки. Мне кажется, что история могла бы быть гораздо интереснее, хотя Джефф Голдблюм, который в начале и в финале фильма толкает такую чувственную речь об ответственности человечества перед теми животными, которых они приручили, в общем-то пытается вытянуть дидактическую часть этой истории. Ну, а кроме того, друзья, некоторые сцены, разумеется, может быть изуможение, а может быть для того, чтобы не особо заморачиваться, полностью повторяют первую франшизу парка юрского периода. Что касается позитивных сторон этого фильма, здесь абсолютно точно вы насладитесь еще большим уровнем компьютерной графики и воплощения динозавров на экране, потому что действительно местами кажется, что есть абсолютно легальные актеры-динозавры, которые состоят в динозавре-профсоюзе и выбирают тех особей, которые будут сниматься в той или иной картине Стивена Спилберга, что приятно. Но при этом не стоит забывать о том, что попытка заигрывания, с одной стороны, с сюжетом Франкенштейна, а с другой стороны, с планеты обезьян, может обернуться абсолютно вторичной и пресной историей, которую забываешь, как только выходишь за двери кинотеатра. Внимание, внимание, я Крис Хемсфорд. Шучу. Нет, это всего лишь очередной фирменный подарок от «Что за кино» и «Гринджек Ченнел» для вас, для того человека, который первым в комментариях под этим видео напишет, кто из динозавров в разновидности оказался лучшим другом Криса Пратта в первой и второй частях мира юрского периода. Спишите, все в описании, и там же вы сможете увидеть, как получить подарки от «Гринджек Ченнел». Ну а мы переходим к оценкам, что за кино от подарков, что за кино. Итак, режиссура. 6 баллов. Достаточно тяжело было свести вместе и старую франшизу, добавить что-то новое, вытянуть не очень сильный сценарий и при этом смириться с продакт-плейсментом, пусть и не очень глобальным. В общем, переходим к операторской работе. Я уже не раз отмечал, что в фильмах, которые собирают многомиллионные бюджеты, а это 260 миллионов долларов в данном случае, все часто вытягивает красивая картинка. И, в общем-то, извержение вулкана было эпичным. Да, и британские пейзажи поражают своей масштабностью. Поэтому оператору ставим восьмерочку. Эффекты, спецэффекты и монтаж. 10. Просто потому, что это очень круто смотреть в кинотеатре. Все сделано для того, чтобы аттракцион проходил незабываемо для каждого из его участников. Музыка. Ну, наверное, здесь из уважения к оригинальной теме, которую написал небезызвестный кинокомпозитор. Какой? Да-да, второй подарок получит тот, кто напишет первым. Какой композитор написал оригинальную тему для Парка Юрского периода. Ну, в общем, музыки ставим 9 из 10. Актерская игра здесь на крепкую восьмерку. Почему? Ну, наверное, потому что от Криса Пратта, который уже, в общем-то, примелькался на экранах, хочется какого-то разнообразия в образах, а не эксплуатации того конька, на котором он сидит очень уверенно, в частности. Ну, а сценарию? Сценарию ставим пятерку. Потому что, наверное, не зря говорят, что вторая часть любой из франшиз в мире Юрского периода это один из самых глубоких провалов в режиссерской карьере человека, который сидит за креслом. Ну, а мы, друзья, не будем запинаться, будем искать новые премьеры и смотреть лучшее кино, потому что что за кино рассказывает только о хорошем кино. Пока-пока, до новых встреч, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok